девочки всем здрасте я мое тут тряпалы вытрем ножичек девочки и начнем куда сюда чтоб тетки не видели злые да малыш да дикуся мои верные друзья у меня в доме пополнение собачка появилась так что привет и вам буду теперь от нее девчата я что-то придумала но не готовила девочки сейчас расскажу уже лет 20 точно не готовила сейчас что-то на лук посмотрела в том о чем будет пропадать ли на девочки найти в середине но это я потом его обрежу вырежу тут вы видели юмор а тут хорошо вырезал девочки все об луку уже хана вот он надо покупать у бабушек кущевочки гамёвочки разные девчата погадайте что я делаю делала очень часто уж я такое люблю все я все что с овощами связано все любит а сейчас что-то посидела думаешь о мне сидеть сейчас хоть на одну сковородочку я уверена никто не ел ни волка не оля такое еще в жизни не ели я уверена в этом оля такой выдумывать ничего не будет ей надо такой попроще с мяса такое все нашу что-то выдумывать во первых там не до ковнима таких на такое а у меня такое любят я как-то приучала детей к такому девочки это будут луковые котлеты я знаю что вы делали миллион раз все а это я делаю а я еще глянула так на учет думать интересно вовка поймет всего котлету вот начнет кушать вот мне интересно воля там уже по не поймет а вот он девочки ровно на одну тарелочку и на одну сковородочку вот это и хватит помню раньше девочки капустные котлеты бывало так вот ну девочки во первых это еще вкусно это раз да и вы знаете вот и капустных нажарю рукав их нажарю и таких нажарю мясных и вы знаете вот такие больше быстрее поедали детвора бегали все хватали чем мясные пошли слезы это надо заканчиваю резать и началась глаза слезится у меня редко глаза девочки слезятся не пойму чего уже привыкли так как у то пятки все девочки вот этой хватит так целая гора гляньте пол мыски сейчас раз это тоже вкуснятина всем советую ой девочки уже одним глазом смотрю как циклоп так это сюда куда на голову дикий дитя на вот сюда на войску так все будет добре так так и так а я хотела не соль девочки я сюда кубик поломаю сейчас все увидите что я сделаю так кубик рубик сюда один сахар обязательно тут сахар без сахара тут не так кубик тут это тут но нам надо сахар с кубиком подавить из из луком даде куся сидят смотрят я тебе сказала да не сам голову на бок до малышу другую сторону вы у меня все равно красивее всех собак с той собачкой надо гулять девочки гуляет с ней сегодня этот сосед собакой что я рассказала ну вот это а она еще в туалетную не хочет ходить но я и саша ну что уходит уже в туалетную но она только что у него второй день те 2 4 3 дня 22 по моему ну вот он горит нет и вот он с ней за веревочку походил а он трусится стоит них не от холода от страха вот на улице тепло и пошел я сто лет все схватил на шву да ялю кошмар ялю в даче я рада что у тебя собак но они кошатники сами него мама была тетя угля такая хорошая вообще хорошие соседи у меня все вот так она девочки знаете она каша она и дома кошатница был это во двор выйдет выносится к кошкам разным чужим они сбегались они уже знали что она тут их подкармливают я избегались по со всего района наверно а чтоб собачек я у сними уже почти 40 лет живу не было собачек на старой стилете меняется вкус и декусь и давались так меньше сделала огонек девчата сейчас как всегда хотела чуть-чуть а получится ого-го вот тут спичок девочки надо купить если я не куплю спичек все тут спич вот это последняя коробочка когда-то приду буду по соседям бегать дайте спичек соль сегодня купила так девочки я сюда не чеснок нет перец перец не чеснок можно сохранение надо добавлять может вы добавляете каждый делаем по-разному правильно кто как делает я так масло девочки льешь льешь вообще шо это за масло так девчонки была обманка я кинула манки а так кину муки и немножко соды девочки хотела муку за суду кидать да ладно все-таки шо мелочится да девчата соды много шо мелочится ой извините вам же оно так слышно так сколько сюда сейчас решу какая разница мука манка господи только никаких овсяных хлопьев это луковые котлеты значит немножко муки или манки но мне мука еще лучше а с кубиком девочки будет точно как курятина я помню девочки так детвора маленькая тарелочку луковых нажарю тарелочку с капустки драников всего такого всегда у меня все было в тарелочках шо-шо кормюшка всегда на первом плане я думаю это у норманар у нормальных сеток у всех то но что такое как вам сегодня ночь прошла девы прятать гаврики девы прятать бедненькие такие переляканные девы гаврики прятались в своем кубле в подвале у вас подвал хороший у людей такого нет как у вас сейчас наше время поверьте мне мои песики родные все чумные девочки это было так смешно что если просто смешно а также она же смех сквозь слезы и больше ничего сюда не надо это луковые они добавляя вы знаете я люблю все добавлять но зачем мне интересно лука возьмет он скажет что это такое или нет девочки все два яйца сахарок один кубик вы видели все чеснок я пришел мне жалко я могу и так или топинамбур девочки я сейчас выйду топинамбур посажу пока дождик я знаю даже где я уже его посажу там где он не сможет разрастись я вам сниму девочки сейчас сейчас у нас будет строительство топинамбура девочки готовки очки протирайте я ему уже даже место придумала там где он мне не помешает вот так хочется чтоб на одну сковородочку и влезут малыш дик вам мало колотнечь ночами вы и сейчас хотите поколотиться вперед идите колотиться не тут дать вам адрес не колотитесь а мы сегодня поменем он тетю галю соседку и куму я ее последний раз девочки это ей восемьдесят девять сейчас я вам скажу когда ее ходила скупе скупилась а такое взяла тортик по моему мы даже соли ходи соли на восьмидесятилетие вот мы с улей пошли взяли тортик взяли шампанское по до шампанское мы взяли взяли такое что-то из ручки там я взяла молочки такой что-нибудь покушать взял аж вот а какие подарки надо 80 лет тем более нас хаты не выходит там ноги у нее она и молодости ходила она знаете девочки как ходила вот как будто как косточкой боковой у этой у нее ступня по моему какая нога девочки не буду сейчас по моему левая она у нее ну почти косточкой ходил так она родилась такой инвалидица да на восьмидесятилетие или на восемьдесят пятилетие не восьмидесятилетие 85 не восьмидесятилетие да и мы вот посидели ели то шампанское открыли оля по моему или от тетя галя даже не помню кто его открывал я ж такое не могу открывать никогда в жизни и мы эту шампусика выпили у нее посидели покушали тортик покушали поговорили повспоминали родителей наше детство повспоминали выходили все время туда-сюда лазили что надо вот так цибулина к ней если ей что-то надо там у них деревьев не было у них двор там понастраивали чтобы все жили два брата она родители все они поженились это то что она замуж не выходила никогда но она выничала этих внуков этих братьев вот короче говоря какие фрукты какой кому что надо девочки всем знаете но мы на улице когда жили на володарской боже кому что надо приходили друг у друга спрашивали тоже цибулину тоже картоплыну хлеба нет кусочек хлеба ходили вот так соседи к друг другу писать а что сейчас девочки вот я сегодня вышла с дому а у меня там копейки были деньги по-моему че 80 древен че 70 древен а дома деньги есть а я не взяла я знаю в подъездку уже вышел в подъезда уже на первый этаж и знаю что у меня же денег нет пустой карман только деньги все на карточке вернее не на карточке на телефоне и рассчитывать кроме телефон карточка привязана к телефону а налички нет а все равно наличка надо мало ли что где-то что-то купить надо за деньги и не возвращаюсь а перешла дорогу пошла туда вот и бф то зашла потом у тоже подошла на базарчик думаю сейчас возьму у кого-то 200 гривен до завтра чтобы не идти только домой не возвращаться представляете и постеснялась и на базарчик и спросить вот дали все и об завтра сразу утром бы вынесла и все знают что я вынесу нет потом вышла с мальвы с магазина стоит курит вернулась и уташу загули было на колбасе лариска тоже стоит тоже могла сказать при даме до завтра 200 и 100 до 8 бы все дали нет не смогла и прикиньте пошла назад домой за деньгами чтобы только деньги в кармане были а раньше как-то и не стеснялся у кого-то что-то спросить она на работах как мы вы тоже все я знаю что все нет а там женщина до написала никогда кредиткой не пользовался где я вас поздравляю а я пользовалась и пользуюсь до сих пор а что в этом такого молодцы кто мог прожить без кредита я только а я девочки слышите даже если могла прожить без кредита я все равно пошла взяла в кредит я люблю кредиты брать девочки менте какая красотель по переворачивала вы видите а вкуснятина я вообще лук люблю я думаю все ну есть что не любят а я не представляю так сейчас мяско помешаю что тут у меня ставлю картошечку девочки мяско уже готово а я девчонки вы знаете я когда у меня кредита нет я уже больная я вам думаю пойти в кредит-то холодильник взять меня руки чешутся уже знаете пойти оформить кредит мне нравится я могу даже карточкой оплатить весь кредит сразу банковской вот этой которой они дают лимитные деньги эти да потом это будет очень дорого это там они дают накруточку хорошую девочки если холодильник пойти взять 8 ну почти 9000 за который я сейчас наметила вверху камера внизу нормальный холодильник для нормального человека вот то 9000 где-то 2500 они влупят переплаты ну а что делать ну не знаю воздержусь наверное лучше лучше подсобирать а люблю вот это оформлять сидеть знаете это тебе дают этот кредит это тоже какая-то честь не всем живут особенно пенсионерам а если ты нормальный кладчик какой-то без без нарушений без всяких тебя только кругом красная дорожка даже в сто лет будет я думаю ну все посмотрим ну не холодильник не буду брать а вот газовый бы котел сюда взял об кредит это да чтобы поменять чтобы выкинуть эту бандуру спит ну чтоб отопление запустить на следующий год девочки дай бог чтоб только все закончилось господи помоги нам уже господи знаете остановилась жизнь никаких планов никто не строит девочки честно ладно мы да уже мы прожили строили планы то что мы строили почти все у нас было сюда квартиры имеем детей имеем в квартирах имеем все имеем да планы мы сами заработали себе да а сейчас же дети планы не могут а как а что строить какие планы мы-то ладно у меня даже зубы планы не могу пойти сделать бо настроение нема а надо что-то этот что отпал что я вам говорила вот недавно на той неделе он скоро заболит и все только удалять надо этот корень и стенка одна перестаньте малыш дик вам ночь нормально прошла вы ушами глаза не закрывали или лапами за голову не хватались ай-яй-яй не говорили что как вам все тоже надоело что малышок что малышочки идем одна тетенька просила чтобы показывать собачек одекусь иди я вас покажу идите сюда сейчас пойдем посадим топинамбу бойтесь только что его сразу выкопаете девочки малыш гляньте у меня носом чего ты меня носом трогаешь ах ты такой у меня новая собачка во дворе появилась дотрагусь девочка тронется до меня и текает а дик сразу подбежит его тянет за ноги тяги оттягивай девочки тянет за заднюю ногу зубами иди он воды попей дик пьет воду дикусенька спасибо ай что я беру а дик девочки оттягивает его прикиньте гляньте за ноги берет и тянет его туда чтобы он ко мне не подходил я тоже умею дикусенька ты еще не седаешь все хватит с тобой нельзя девочки но малыш мне кажется мне вернее чем дик этот за мной хвостом ходит дик да малыш все хватит дик же не зашел следом а гулял а малыш следом вот я в коридорчик туда он заходит дик может не зайти потом лапой уже начнет а так он свое там то на солнце развяжется то где то еще полазит по двору а малышок за мной все время заходит и ляжет и лежит возле ног да малышочек да родненький что ты головку так иди сюда иди а дышит девочки пар с рта может у тебя температура а дикуся идет зато всегда все гляньте тот сел и тут а этот вы не голодные девочки корма насыпаю воды а надо сегодня поналивать воды воды полно полная мыска там но надо налить мамка не забудет водички налить и тут он вода стоит да водичка кругом мы его вчера съели девочки а вы знаете я ими жареную вчера кинула жареную покушали лучше чем сырую я им дала по одной майвычке сидели смотрели на меня я думаю ну дам одну сначала а потом о едят так я их то по второй дала им дикося а дик все время хочет что то на улицу все время что то щелки нюхает а малышочек уже легкий лежит да моя лапочка дик что ты там уже ты наверно влюбился тебя куда то тянет на любовь да конец марта дик в печали что конец марта коты уже все поразбегались а по норму девочки посмотрю что там с цебуйкой с цебуленыками девочки что с цебуленыками тут а пахнут девочки как мясо ой девочки пардон крышку положила она порвает девочки пахнут как будто мясо свежина жарится о хорош снимаем девочки а там же бумажные полотенца у меня а сейчас бы не помешало б на него снять ну ладно екал мл вот надо купить опять завтра девочки куплю обязательно обещаю там целый рулон в коридоре там и влажные салфетки упаковка ну девочки интересно брат поймет брат 2 поймет чего они девочки девочки гляньте какие лукелыки красотища бачите девочки а пахнут точно как будто кусок свежины свининки гляньте вот вам постные блюда кто там просил приготовьте что то постное пожалуйста лукелыки сделала а к лукелыкам девочки котлетку в руки и постничайте девочки слышите сейчас я сяду вот так девочки даже слышите какие-то пикники делать да вот если выезжать куда-то на природу ну это ж девочки вот то что выносят шашлыки чех когда едут на шашлыки выносят к шашлыкам девочки когда ты принесешь с дому что-то приготовленное то нафиг у те шашлыки будут крутиться вот там на тех шампурах я помню мы на шашлыки шли когда-то Колька еще был же да еще сто лет тому назад уже лет двадцать тому назад Олин Васька вот этот что с Кубани что от жены уходил а потом назад побежал к жене а вот и это мы ходили делали шашлыки на запорожском шоссе там балка есть и мы уже туда поперлись вот девочки так я знаете что взяла с собой во-первых всегда было мясо я тащила так я тащила и мясо и думаю пока эти шашлыки пока костер пока вот это нанизать пока они вот это пошкварятся это пол дня а жрать же хочется девочки так я и плова дома сделала взяла с собой плов и борща в банки напоналивала чтоб борща было всем колбаска я яиц наварила вот это был шашлык вот это а шашлычком заполировали а что же это пришли все голодные никто не ел все же хотят шашлыка а когда тот шашлык я что я не права скажите так это сейчас хоть угли эти есть дурацкие а раньше же углей не было пока найдешь эти дровышки походишь по балке по этой щепочке эти какие-то где-то бревно кто-то какое-то тянет как ленинское вот это 22 апреля а вот пока вот это все раскочегарится все голодные как собаки ой думаю это сейчас у меня голодные не будут хай костер себе горит пока разгорится пока он превратится в то что надо а все сыты а уже в парк Богдана мы ходили тоже Колька Оля тогда приходила с этим с носорогом вот тот что тряпку жарил вместе с рыбой вот так тоже мы там были сами я Колька и мой младший сын костер пока так делать я до костра несу все и покушать и попить и лимонадики разные и какие-то мороженые и все и помню я это самое тоже шла картошки наварила тюлечки тюльку я запомнила я запомнила как носорог ее ел за хвостик брал вместе с головками кидал и Оля потом с ним она с работы и пришли они к нам вот а то когда несешь с собой они одно мясо идут деловые как дураки потом полдня голодные сразу столько такой шашлык то не для меня я думаю и вы такие все особенно вот наше поколение я бутербродов наделаю гору с двух батонов колбаска сырок масло панама да все сразу пришла сразу какую-то подстилочку подстелили я сразу все вывалила и все сразу забыли что из шашлык пришли готовить я говорю перекусите а потом идите ищите дровосеки дровышки идут кто соломину несет кто бревно тянет медведя только не хватает чтоб помогал сзади бурый я как вспомню дядечки и все время у нас какой-то я еще никогда не ела в своей жизни знаете готовый шашлык все время он какой-то или сырой или кровь где-то побежит все равно с какого-то места или что-то я должна только делать шашлык я я должна его замариновать сама нанизать и сама крутить то костер потухнет только положишь что за костры вы делаете я все время вот этой девочке маты крою ну не маты вот так все время что как не шашлык так все начинается что-то махают раздувают этот огонь мне всегда это делают мужики все время вот это подувалы какие-то дуют кордонками а оно что там дуть когда жару нету что дуть там жар должен быть а не жара знаете полсантиметра от земли уже уже шкварятся шлыки ой хоть бери то галошь подпали уже хай уже шкварится или пластмассу какой-то аж горит вот этот пластик обламывать со стен я вам честно говорю я только должна сделать шашлык сама его нанизать как я хочу и еще и крутить потом и костер я должна сделать тогда это будет шашлык я говорю я не ела это я когда делаю вот у себя тут во дворе сколько раз я делала вот то шашлык как шашлык вот на свой день рождения сделаю компания ух возьму мяско возьму и ребрышко возьму килограмм а нам хватит что у нас тут 100 человек будет кто придет я все знают где я кому надо мне кажется когда сюрпризом делаешь человеку ну сюрприз это это прийти это дороже любого что ты пригласил и ждешь а когда внезапно вот это тогда слезы я же буду плакать когда тебя вспомнили а не ты нагадал пригласил приходите ко мне там двадцать четвертого мая на сколько то время а когда ты не ожидал раз и пришли вот это подарок не надо и подарки что тебя вспомнили что тебя вспомнили я думаю вас тоже плачьте разрешаю минута слез девочки смех сквозь слезы девчата вот это вот это состояние под лукелы девочки что ты вы видите я вам на высоту поставлю гляньте какая красота пахнут девчата точно как будто кабанчика зарезала только кусочек от самого красивого конца там где и жирок есть скубанулой пожарила вот такими лукелы коми кинуть в борщ как зажарка кусками будут гости думать а что это такое зажарка кушать это лук вопросы задавать не надо вперед интересно у меня не воля ладно вовка узнает что это такое за лук и лыки сметанка там есть они так майонез есть заправка для борща девочки пахнет а вкусные вкуснятина так даже девочки лежите вот да уже двенадцать ночи что-то так что-то захотелось пошла два лук и лыка взяла и лежи себе чмакой только в кухне не сидеть в кровать сраться что в той кухне сидеть внуцы и так прогнулись там всю жизнь все вот это то ладно когда уже гости пришли в кухне ладно а когда сама вот схватила мыску и пошла в кровать на на телефон поставила куда-то или так держи одной рукой ешь одной так чтобы ничего не прозевать девочки тоже пишите ночами не спите сегодня многие у нас украины там не написали девчонки господи ой берегите себя все родненькие кругом хорошо что девочки от одного спасайся нервная поча сердце как кольнет как кольнет бляха муха или давление это шибет так что девчатка лук элыки готовы ой девочки мягенькие какие ленте ой но вкуснее когда они остынут сразу говорю тогда укусил лучок он же там нет ни на дрожью пережарился он такой знаете мягенький и немножко будет с хрустом а с таким вот знаете мягким тверд такой мягко тверденькая будет о и так сели с манной кашей тоже с мороженым девочки вчера пришла родненькие думаю господи саж мне делать как же как аж голову мыть я думала я же на работу иду сегодня утром вот пришла была сирена думаю раздеться сейчас мало ли что даты в ванной какой-то побежишь как челкнутая головой нагнулась а взяла помыла голову вот и сразу полотенце на голову и пошла вот пошла села раздела сейчас переоделась и прямо чем было залу голову помыла ну вот разделась я посидела потом пошла водички себе накачала в баклажку помпа вот это в литровую бутылочку думаю что мало ли что ночью так воды то еще мой вы поела девочки какой бы рыбы не поел все равно воды хочется хоть жареный хоть шпаренный не обязательно тюльку или селедку кушать ну вот и это ну и потом пошла сполоснулась а то разделась и пошла сполоснулась и так вот с душа бегом и бегом побежала а вот и все и легла с мокрой головой спать сегодня встала и встала девочки не спала же закрутила это ой еле расчесалась с мокрой головой ложиться нельзя только надо высушить волосы еле все так вот и пополоскала то быстро все девочки сердите как всегда в ванну шаплю а утром встала воды нет еле-еле как спичечная не было по городу вообще воды ни у кого волки до сих пор лет уходил воды нету вот а у меня еле-еле бежала вот а сюда я еще забыла душ уже сюда перла что такое тяжело еще два два литра напитка взяла думаю вдруг воды нету чтобы хоть воды попить надо хоть набрать воды пару баклажек чтобы тут стояла сегодня будем уходить на беру а вот и это ну и дома набрала у меня хоть и есть бутылках девочки уже два года повылевала было но оставила такие по два литра по полтора литра топ большие повыли еще большая бутылек стоит с водой поменяла бы вот это когда то месяца два генеральную уборку кухне делала это моды поменяла и по запихала в кухне все кровь баклажка но это же из девочки вот короче говоря и все и а утром встала думаю сегодня я хорошо что вечером голову помыла а сегодня и не помыла пигулу колонка у меня же колонка зажигается от воды вода напор есть колонка зажигается а напора нет воды колонка загорать не будет а шоу в чем даже если я нагрела в чем кастрюли мыть голову не мыски дома даже нету таких мысок тазов меня нету а зачем они нужны стирку схватила с машинки пошла на кровать кинула на свою и сушилка у меня стоит другой комнатки там ну перья отгородила 2 2 2 2 комнатная сделала 3 комнатную маленькой кусочек себе забрала а сын в отдельный там балкон он с балконом я стенку поставила чтобы каждого была своей территории они вот это проходняки вот эти хрущевские а вот и я это сама взяла сирку охапку на кровать свою кинула сушилка в этой комнатке где я сделала третью комнатку там не шифонер стоит и сушилка и еще место сколько а спальня большая спальня где я нахожусь на вот и это и все это на плечо себе накидала накидала сразу все разравниваю струшиваю поразравни по растягиваю что надо растянуть на плечо на плечо на плечо прищепки на сушилке и все за прищепки помещается целая куча я же не на растягу и отогнать и густенько густенько там на одной вот этой этой самой я могу и 45 вещичек густенького такие расстояния на прищепках все нож почти полусухое с машинок вылазить на утро уже все сухое вот ну и все почему я это сказал я не знаю за стирку значит так надо было а за воду за что такое картошка закипела убить как всегда сейчас надо посолить за воду шелт колонка не зажигается когда девочки тоже колонка рабочая зачем ее в нее включать помыть три тарелки пара тут будет страшны девочки лук элыки я сделала вкуснятинка вкуснятинка такая получилась все девочки готовьте луковые котлеты я думаю вы завтра забацаете луковых котлет вот девочки три луковички найти тарелочка покушать его хватит и кефир обязательно я думаю вы тоже давно его не пили как и я будьте здоровы я помою посуду все будьте здоровы родные спасибо вам за все за комментарии за все спасибо родненькие берегите себя все